Девять лет назад он понял, что скоро умрет, а через год замертво упал на дачу. Врачи сказали, что есть только 3% на выживание. Несмотря на прогнозы медиков, он выжил, заново научился говорить и ходить, построил дом, баню и забор. Как он это сделал, что случилось, узнаем сегодня. Добрый день, меня Вася зовут? Юра. Юра, очень приятно. Юр, можно на «ты» сразу? Конечно. Супер. Когда здесь была готова только коробка, накрыта крыша, в бане тоже была только коробка. Два сруба, просто крыша. Крыша и сруба, все, больше ничего здесь не было. Тебе было 36 лет? Да, 36,5. 36,5. И с тобой случился, ну, наверное, говоря простым языком, чтобы не уходить в медицинские термины, инсульт. Очень серьезный инсульт. Да, просто. Врачи давали 3% на выживание. Да, сказали, что не курю, повезло. Да, повезло. Так прямо и сказали, не курешь, значит, и все. Ну, это потом они рассказали, через некоторый период, а сразу было вот так. Первые 4 месяца ты заново учился ходить, учился говорить. И это место впоследствии стало для тебя, ну, что-то вроде реабилитационного центра. Здесь не было особо дачников, людей. Ты приезжал сюда отдыхать, восстанавливаться и заново учиться жить. И параллельно с этим достраивать все это. Да, я тоже был и в медицинских документах, в этих зданиях, но мне не понравилось. А домой сюда приезжаю, это мое, мне здесь очень понравилось. И я ни о чем другом не думал. Очень сложная судьба и очень сложная история. Будем последовательны и начнем наш рассказ с места, с которого все началось. Когда с тобой случился инсульт, от этого дома была только коробка, только крыша, даже окон не было? Нет, ничего не было. Веранда? Веранды не было, ничего нет. Просто сруб и крыша. Как ты все это сделал, скажи, пожалуйста. Нет, ну, там у меня два друга, то есть, строители, там где-то, ну, 20% они помогают. Крыша там сверху, а остальное все делаем сам. И вот один, есть родственник, который чуть-чуть там помогает, держит меня. А здесь где-то 70% все сам делаю. Все готовлю, нарезаю, шлифую, крашу и все только готовлю, и они мне помогают. И это через, ну, можно сказать, полгода после случившегося? Ну, здесь хорошо, здесь все получается просто. Здесь восстановление пошло быстрее? Да, абсолютно. Поедешь в это медицинское здание, какие-то мысли одни такие. Сюда, 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 сюда. И сюда возвращаешься, и работаешь, и работаешь. Там, что делаешь, там тяжело. А здесь очень просто и легко, и, то есть, душа отдыхает. Этот дом сейчас, он для тебя, или это уже дом такой под сдачу, гости, туризм, как это? Ну, да, со своей женой, как бы она предложила, ну, попробовали, пошло. Люди хотят в срубок, понимаете, то есть, звонят очень много, ну, вот, все официально. Ну, второй год. Второй год? Да, это второй год. О друзьях и о тех, кто называл себя друзьями, мы обязательно поговорим чуть позже, ну, а пока поговорим о мистике, которая в один момент появилась в жизни нашего героя. Хотите верьте, хотите нет, но Юра был уверен, что умрет. Расскажи о своем предчувствии, которое у тебя появилось буквально за год до инцидента. Если сказать честно, где-то в 22-м году как-то появилась такая ситуация, почему-то. В 22-м? Мне было 22 года, да. Что-то произошло. Ну, это пропустил и забыл об этом, не думал. Потом отец мой умер в 37 лет. Отцу было 37? Нет, да, отец мой умер в 37, а мне стало 36, и мне появилась эта идея. Какая идея? Ну, что со мной произойдет, что-то, понимаю, верю в это, понимаете. Что ты умрешь? Да, вот, ну, как-то, не я, это вот мозга, она идет и идет как-то, верю, верю, и говорю, что случилось, чем, и объяснить я не могу. Ты просто знал, что что-то произойдет? Да, не знал, что именно, но что-то произойдет. Очень плохое. Ну, я молчал, об этом никому не говорил. Ну, думал, все получится. Как бы взял своего товарища, чтобы он хотя бы какой-то период был рядом со мной. Даже я уже на даче, ну, начинал, хотелось. То есть это настолько казалось реальным, что ты даже попросил кого-то быть рядом? Да. Вот, человек есть конкретный, знает, и он это потом понимает, что это было. Ну, и в этот момент я стоял и просто рухнул. Просто упал, и, ну, я почти не, я как бы понимаю, но не говорю, не вижу ничего. То есть ты был в сознании, ну, можно сказать. В сознании, я сказал, ну, лежачий, не чувствовал, это часа четыре, нет, три часа, я еще понимаю частично. А что произошло, куда-то увезли меня на скорой, я уже не понимал, что это происходит. И все. Ну, а потом, после этой операции, я очень рано очнулся. Даже сказали, что обычно там сутки полтора. А я буквально через пару часов. Ну, я же и не говорил ничего, и вот лежал я в реанимации. А что было за операция, что делали? Ну, голову скрывали. И там много крови очень. Ну, это начинается как-то по врачебному, я точно все не знаю. Ну, теперь это просто сделали, что надо, то и сделали. Врачи давали 3% на выживание. Не то, что о полном восстановлении, даже о том, чтобы просто жить, речи особо не шло. Но Юра решил жить. А если Юра что-то решил, так и будет. После того, как случился этот инцидент, была коробка дома и была коробка бани. И я так понимаю, что ни дверей, ни окон, ни самих внутренностей бани не было. Нет, только какая-то печка. Я принес, мне сами ее сделали, сварили. Мы тут сами еще нравились. Она так вот одна в республике вообще, в мире, наверное, такая. Такая редкая печь. Ну, типа, что хотелось, то делали. Ага. Ну, видите. И все, и вот здесь дверь простая стояла, и не тут вот все со мной произошло. Где-то это прямо вот где-то здесь? Ну, на втором этаже. На втором этаже? Еще не лезть, ничего. Я начал там уже утепление хотел принести. И, короче, вот упал. Наш герой сказал, что до сих пор испытывает страх и скованность, когда поднимается на второй этаж бани. Несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, ничего не забылось. Как проходила реабилитация? Первое, это было, так сказать, не реабилитация, это просто ты еще лежишь. Просто дали. Потом поехал в госпиталь тоже вот там. Вроде через это на второй месяц меня начали бы дергать. Ну, подниматься уже. Ну, подниматься я не мог. Ну, как по медицински это называется, такие четыре палки. И ты должен продвигаться. То есть в течение десяти минут, там, допустим, два метра пропихают просто. Было очень тяжело, но там есть, я обязан сказать, что Юлия Павловне, я очень благодарен этой девочке, что она меня мучила. Тогда я ее ненавидела, сейчас я ее уважаю очень, понимаете. И вот она полтора месяца меня тягала-тягала. Потом я дальше, ну, и что сказать? Начал потихоньку. Сходи, делай что-нибудь, лежи, поднимайся. Заставляли врачи меня с палкой ходить, когда я уже там через пару месяцев. Я, нет, палку я ни разу таки не взял. Да, поднимался, валялся. И, как сказать, нельзя так говорить. Горшки давали, а я по полу ползал в туалет. Потому что я вот, ну... Но не мог. Да, я не могу, ну, как я буду, стыдным человеком, буду я в больнице заниматься, понимаете. Ну, так вот, сходим-то, да. Я еще, мозги еще понимают это все, как сказать, они вообще не понимали еще. Были такие наполовину. Ну, и вот все, очень медленно шло. Только у меня появилась идея, что в течение года все произойдет и будет хорошо. Ты восстановишься? Да, так сказали. Это врачи так говорили. Ну, а все получилось плохо. Прошло полутора лет. Я еще был очень такой плоховатый. Но потом меня на мою дачу завезли, и я лечился на себя. Юра в прямом смысле слова лечился на даче. Строил, разрабатывал, проектировал. Да, были люди, которые ему помогали с теми работами, которые он никак не мог делать, но в остальном все сам и все вот этими руками. Так, это, я так понимаю, какая-то хозпостройка, складик, что-то такое. Да, здание очень хорошее. Именно рабочий кабинет. Кабинет? Да. Директорский? Ответственное, да. Там чище, чем везде. И я вижу вот одно окно здесь вот. И окно, более того, это окно, которое смотрит полностью. Все контролируется просто. То есть, когда здесь гости, да? Да. В кабинете? Считаю сколько. И это же тоже относительно свежее здание. Его не было тогда, когда все произошло. Не-не-не, да, это все делается, я все делаю, подготавливаю, сделаю. Потом мой родственник Николай помогает. А я все готовлю, готовлю, мне такое собрать его родное. Ага. Померю, закопаю, то есть, цементом сделаем, установим с фундаментки. И все нормально, получается все просто. Ну, пацаны опять по крыше, товарищи мои. Ясно. Все, больше. Самый настоящий кабинет директора. Нет, конечно же, Юра не сидит там в то время, как гости отдыхают в доме. Здорово, что, несмотря ни на что, чувство юмора у Юры на месте. Какие сейчас остались, ну, вот, последствия инсульта этого? Болезнь такая уже есть. То есть, ну, рука не работает. Как бы в футбол уже не играют. Тоже, и нога, то есть, такая, вроде, как бы, так не очень. Ну, тоже для меня очень интересная ситуация. Я вот перед этим, у меня друзей было до 300-400. Все мы были, позвонились хорошо, а когда со мной произошло, остались всего лишь 20 человек, которые мои, и сейчас они, и все мои жизни. Просто, понимаете, как вот тоже меняется в жизни, вот что-то меняется. Понимаете? Ты планировать не можешь, как правило, и люди, когда относятся к человеку, то есть, ну, верь к себе и своим друзьям нормальных только. То есть были те, с кем, ну, условно говоря, и с юношества, со всего, и на службе вместе, и потом эти люди просто исчезли? Да, да, да. Было их много. Очень сотни, говорю, остались десятки. Юра работал в органах. Естественно, много с кем общался и, как он считал, дружил. После инсульта никто со службы не позвонил и не приехал. Так, это мангальная зона, зона для гостей, где можно что-то приготовить, шашлыки и прочее. Да. Один человек, у бабушки там печку разобрали, просто хотели выкинуть. Я говорю, не выбрасывайте, я все сделаю. Они говорят, зачем это надо? Я говорю, мне обязательно сделать, я мангал. Они мне отдали, я привез сюда, очистил, и вот за зиму я поставил его. Сам собрал? Да, я все сделал, но крышу я не сделал, и за одну зиму начало рушиться здесь морозом. То есть пошла вода и трещься начали. Вот тоже мои парни. Здесь уехали, крышу и еще так вот сделали. Сам готовишь? Только мясо. Больше кушаю, чем готовлю. А все остальное вообще любишь готовить? Здесь да. Что не будет такого, а так не. Лучше будет кто-то так готовить, а я только мясо готовлю, остальное нет. Остальное? Суп, плов? Ноль. Минус даже. Никакого нет желания. Лучше я посуду помою, но почему-то меня это ловит. Это очень необычно. Мужчина, который любит мыть посуду, но не любит готовить. Ну, когда две тонны почисти ножиком. Это очень тяжело, тяжело. Ты про армию? Да. На всю жизнь вперед наготовил? Да, поэтому не хочется. Редкий мужчина любит готовить все, кроме супов и каш. Посуду мыть любит, умеет, практикует. Есть шанс, возможность, что все восстановится. У меня уже максимум я взял. Просто, как я с одними ребятами, такие же, как я, и они должны делать такие действия. Они отказывались. Я сейчас поехал к ним. Они ходят с палками и некоторые даже просто сидят в помещении. Да, первый год, второй, третий было, конечно, страшно. Люди смотрят, как бы, ты понимаешь, вот таком где-то через пять лет после этого происходят, что что-то внутри произошло. Да думайте, что хотите, люди. Поможете, не поможете, не скажете, не скажете. Идите, как хотите, все. То есть я самостоятельный, и никого ничего не прошу. Все делаю, да. Да, за других, конечно, переживаешь. Жалко ребят, но все же были такие. Каждый выбирает сам. Да, да, все так получается. Несмотря на то, что назад не отмотаешь, рука и нога не восстановятся до конца, Юра не унывает. Продолжает строить и модернизировать свой уголок. Ну, это вот совсем свежая постройка. Что это будет? Беседка, домик? Да, узбекская беседка простая. Уфте, там еще называется, я честно, как там правильно, но я не знаю. Потому что я в ней отдыхал, и очень мне понравилось. Просто здесь люди лежат, вот раз к каждому будет, столик небольшой. Какой-то зона, где что-то приготовить, тут что-то будет? Да, рядом. Тандыр здесь вот, вот именно здесь будет. Ну, а там уже, что получится. Тандыр большой? Средний. Ну, чтоб так, ножка влезла. Ну, полкилограмм мяса можно засунуть. Можно будет засунуть. Да, или отсюда. Там приготовил, належаночку лег. Да, все лежат, а кто-то носит, кто-то подает. Это кто-то не ты, я надеюсь? Не, буду лежать. Изначально построить дом на этом участке было идеей жены. Именно она стала идейным вдохновителем, но со временем энтузиазма становилась все меньше и меньше. У тебя двое детей. Да. Жена. Есть жена. Как? Официально. Почему официально? Ну, жена. Не разведены еще. Ну, к этому идет? Нет, нет, нет. Молчу. Как они пережили это все? Ну, малыши еще маленькие были. Сколько было детям тогда? Тогда, получается, старшему сейчас 16. Ага. Было тогда больше 8 лет. А дочка не понимала ничего. Она в садик ходила еще. Как жена? Ведь, ну, по большей части все, видимо, упало на это время на нее, на время реабилитации. Да, по сути. Родила меня второй раз. Как бы, да. Ну, конечно, жизнь такая уже, становишься в жизнь. Как это, повзрослее уже. Я взрослее, она взрослее. Поэтому, как бы, сначала жизнь такая. А вот, ну, тяжело, конечно, сказать. Но лучше это промолчить, честно говоря. Много очень много это понимать. Ну, судьба решит все. И всем будет, кому надо. Будет хорошо. Как мне удалось понять, сейчас отношения Юры и жены переживают не лучшие времена. Хочется верить, что все наладится. Это такой детский уголок здесь. Да. Малыши на качеле, родители их контролируют, лежат на этом. И катают туда-сюда. Так, что они отдыхают, и все. Очень здорово. Как давно появилась эта штука у тебя? В прошлом году. В прошлом году? Да. Что она так вот вообще стоит? Потому что это вещь, которую, ну, можно поставить на любом, я думаю, садовом участке. И все так скомпоновано, все рядом, все действительно практично. Вот что это может стоить? Не готов сказать. Я не понимаю. Потому что что-то делал сам, поэтому, как бы, и не читал, и не думал про это. Ну, вот захотелось делать. То есть это не готовая конструкция, которую ты нашел в интернете? Нет, это все. Металл я выставил туда, фундаменты, и потом, чтобы не гил, дерево. Я подсоединил их, и все это. Что приходит в голову, то делаешь, и все. Это все, этот дом простой, не один, а проект какой-то. А это просто что-то, где нравится. И все происходит, и все. Каждый месяц по-другому. То есть ты еще дизайнер, получается? Наверное. Не сплю, думаю. Ну, реально же классная разработка. Берем на вооружение. Пока ты валяешься в гамаке, ты можешь раскачивать ребенка в качелях, отдыхать, ну, и быть при этом рядом. Ну, а с чего ты сейчас зарабатываешь? Ну, вот за что ты живешь сейчас? Так, если еще рассказать, я пытаюсь везде, улажу. Вернул себе водительское доустроение, чтобы было законно, все знали об этом. А не хотели давать? Конечно, давали. При такой болезни нет. Я все доказал через медицинские поликлиники постоянно. Комиссии, наверное. Я получил, направили МРЭО, МРЭО, тоже был вопрос. Но категорию Б оставили, остальные забрали. Ага, то есть грузовик нельзя? Грузовики, мотоциклы там, то есть это... Все-таки они тоже был косяк. При такой болезни обычно как бы нельзя. Хорошо, как ты сейчас живешь? Ну, вот за счет чего ты живешь? Я даже потом... Я была первая группа, потом вторая. Я еще переофоримый, как-то правильно захотел рабочую вторую. Чтобы можно было работать с правом наймом? Да. Я... Ну, нет, что-то я не могу сказать, но что-то есть простое. Я даже работаю, пытаюсь... Простой сторож в гаражном кооперативе. То есть, ну, хоть какими-то деньгами. Ну, заработать и что-то делать, понимаете? Ну, что-то не скажу просто. Что-то не скажу просто. А потом Юра добавил, что точно не ворует. Здорово, что несмотря ни на что, наш герой идет по жизни с оптимизмом. А еще Юра сказал, что пока он тут все не доделает, пока все не доведет до ума, будет жить и не дождетесь. Так, чтобы было понятно, у нас за спиной тот участок, по которому мы гуляли, домики, которые сдаются, баня, рабочий кабинет. Обязательно про него не забываем. Но это ведь тоже часть твоей земли. Да. Это все мое. Ну, это же один участок. Ну, разделился просто. А вторая часть для работы. Я так считаю, что если я работаю, значит, я живой. Когда я не работаю, значит, уже я такой. Поэтому я и буду работать, и работать что-то придумаем и сделаем. Я вижу здесь какие-то зачатки забора. Вот столбики выставлены в уровень, ровненько, аккуратно. Это уже здесь как-то было? Нет, это вот на прошлой неделе я сделал, все выставил. Ну, там мне товарищ, родственник Николай помог. Остальное все я сделал, чтобы обозначить, где есть территория. Насколько глубоко уходит забор? Вот бетонировал на сколько? Метр. Метр? Это каждое отверстие метр в глубину? Да. И если мы их посчитаем, их около скольки здесь? Получается, 21 или 22 сейчас стоит. Ну, это еще наполовину, это уже не поставлено. Сейчас с соседем определимся. То есть жить тебе еще очень долго? Согласен. Какая-то легкая недосказанность образовалась касательно жены Юрия и их отношений. Нужно расставить все точки над «и». Жена, конечно. Я хочу, чтобы она рядом со мной приходила над удачу. Я это делал не зря. Если честно, 50 на 50. 50 я сделал для здоровья, 50% для нее это делал в этой квартире. Ой, дом, извини. Как гнездышко, да? Да, я думаю, было надеждой. Мы тут когда-то будем жить, отдыхать. На настоящий момент, ну, не все так хорошо. Как-то так происходит. Поэтому надежда есть, что будет хорошо, конечно. Я понимаю, есть сложности, да? Сложности, да. Ну, взрослые люди, все это понимают уже, что-то не так. Ну, поэтому думаем о хорошем. А что произойдет, расскажу. Я человек такой, конечно, не маленький, уже почти 45. Ну, просто понимаю, что время так меняется. Раньше до 35 мужчины всю жизнь летали. Их догонять надо было, найти, словить. А сейчас мужчины уже ближе к дому. Время поменялось, а женщины, наоборот, уже из дома где-нибудь. Ну, это во всей стране, во всем мире так сейчас по-другому. Мужчины так, а женщины хотят помоложе и помоложе. Мужчины там с собой не занимаются, а девушки часами об этом. Как думаешь, почему так происходит? Ну, это не знаю, не я это делал. Я знаю, но на твой взгляд, почему так может быть сейчас? Ну, я же говорю, мне очень понравилось. Вот это простая деревня была. Пять лет почти она умирала. А в настоящий момент здесь каждый участок покупают. Просят. Здесь дорогу сделали, не было даже асфальта здесь. Здесь все сделали. Сейчас летом сколько же в этой деревне детей? Это просто сотни. Как в городе. Как я говорю, в Пронки-Сити тут вообще творится. Юра до сих пор переживает, что с ним может что-то случиться, поэтому строго-настрого сказал жене. Если что случится, дом не продавать и настоять на том, чтобы он остался у сына. Как ты думаешь, сын будет продолжать твое дело? Ну, конечно, только такая надежда. Что произойдет, я, конечно, не знаю. Я думаю, это о хорошем, что он сейчас повзрослеет, станет серьезным, не хочет с женой отдыхать, будет сдавать. А есть сейчас какие-то предпосылки уже так вот у сына, что, ну, гипотетически он бы и мог? Физически он может. Он здоровый, крепкий мужик. Но такое, поймите, время такое, интернет. Ты имеешь в виду телефоны, вот эта вся история? Да, да, с этими телефонами. Я иногда просто говорю, поехали, ты просто поработаешь. Зачем? Даже заработаешь. Ну, ты же понимаешь, ну, он зависает. Ну, вот поэтому. Я, конечно, его очень сильно люблю, но он принимает такое решение. Я вот, ну, может, перерастет. Конечно, конечно. Будет помогать. Юр, светлый ты и очень хороший человек. Так хочется, чтобы все получилось. Спасибо тебе огромное за это. Спасибо вам. В следующий раз, когда покажется, что сегодня что-то делать лень или жизнь слишком несправедлива и жестока с вами, вспомните эту историю. Иногда и трех процентов достаточно, чтобы жить счастливо. Главное верить и трудиться. Редактор субтитров А.Семкин